Один из самых важных вопросов – роль производственной практики студентов. Ведь конкурента способность молодого специалиста во многом определит и успешность места, где он будет работать. А это в основном здравницы. Принявшие участие в работе круглого стола студенты Анапского филиала Сочинского университета туризма и курортного дела, преподаватели вузов получили в этом плане ценную полезную информацию. Я недавно была на совещании УМО вуза в России по курортному делу и гостиничному хозяйству. Перед нами выступали специалисты из Франции, Англии. И главное в их выступлениях было практикоориентированное обучение. В их учебных планах до 60% всего материала идет на практическую подготовку. У нас в России, к сожалению, на практику отводится меньше времени. Наша задача – создать систему непрерывной практики, чтобы студенты с первого курса закреплялись за производственными базами, ресторанами, отелями, кафе, туристическими фирмами. Главное – воспитать социально адаптированного специалиста, который смело будет смотреть в будущее. Особенности современного государственного пиара обсуждали с участием средств массовой информации. Вначале зачитали послание конференции вице-губернатора края Галины Золиной, которая поручила доступно, с любовью, рассказывать о курортах Кубани. Начальник управления информационной политики администрации курорта «Горячий ключ» поделилась опытом создания радиокурорта. Мы создаем проекты сами. Как мы это делаем? Первой нашей масштабной идеей было создание в городе собственной радиостанции в ФМ-диапазоне. Еще три года тому назад в «Горячем ключе» существовало только проводное радио, которое, конечно, не удовлетворяло потребностей населения в получении полной достоверной информации. За два дня работы конференции участники заслушали 11 научных докладов по стратегии социально-экономического развития и продвижению рекреационных территорий, обсудили множество вопросов по проблемам формирования бизнеса на курортах, медийным технологиям и развитию курортов.